Сегодня президент Путин принял главу счетной палаты Сергея Степашина, который доложил о результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных на поддержку лесного фонда страны. На встречу также обсуждалась ситуация в Ингушетии. Степашин рассказал, что в республике приняты программы развития и работа по ним идет эффективно. Одна из подобных программ касается строительства коттеджных поселков. В Ингушетии за последнее время введено в строй более 2 миллионов квадратных метров жилья. И строительный бум продолжается. Наш корреспондент Ольга Керри побывала в гостях у семей, которые совсем недавно получили новые квартиры. И сейчас ее репортаж. Это наш любимый инструмент. Общий. Будем жить с песней. Они ходят друг к другу в гости почти каждый день. Сегодня собрались за чашечкой кофе у Серафимы Тимурзиевой. За одним столом Ингуши, Осетина, чеченцы. Они даже больше, чем соседи, почти родные. Сначала жили бок о бок в палаточных лагерях, когда покинули Грозный, там и познакомились. Потом судьба развела кого по родственникам, а кого и по съемным углам. Теперь вот снова встретились и даже живут на одной улице. Пока дочка хлопочет на кухне, Серафима Децеловна хвастается своим новым жильем. Вот одна спальня. Это кухня. Потом вот еще спальня. И еще третья спальня. Это песня о родине. Мадина сочинила ее сама, когда жила в Грозном. Выросла здесь в Ингушетии. Поступила в университет. В 19 красавицу Горянку влюбился однокурсник чеченец Мухаммед. Приехали на родину. Да, это моя родина. Здесь живут мои родители. У меня 8 сестер, 2 брата, 47 племянников, отец, мать. Большую семью стеснять не пришлось. Сразу получили не просто крышу над головой, а настоящий коттедж. О таком же жилье всегда мечтал их нынешний сосед Тимур Цуров. Я вообще сам по себе говорил, пока своего жилья не будет, не женюсь. Вот появилось жилье. Женился. Живой. Сын родился. Жена Шефят смеется. Замуж шла вовсе не потому, что дом у жениха есть. Хотя, конечно, это важно. Здесь у них родился первенец. Малыша назвали Гапур, что означает справедливый. В доме еще три свободные комнаты. Супруги говорят, что со временем тоже оборудуют их детские. Ну, это тоже, конечно, свое значение имеет. Что есть свой дом, свой угол. Сын у нас в 5-10 коттеджах. Первый сын такой полка, так сказать. Поселок на 80 коттеджей начали строить в августе прошлого года. Остались всего лишь отделочные работы и уже в начале февраля 111 семей. Справят здесь новоселье. Партнеры ингурских строителей швейцарцы. Вложения и проекты их, рабочие руки и стройматериалы свои. В Ингушетии уже шесть таких загородных коттеджных поселков. И это только начало. За последние несколько лет в республике построено 2 259 000 квадратных метров жилья. Республика практически превратилась в такую большую стройку. У нас 7 предприятий уже есть, кирпичных заводов. И нам все равно не хватает. Этот кирпичный завод в селении Сурхахи заработает уже на днях. Осталось только достроить печи и сушилки. 170 человек получили работу. И зарплата довольная. Вот ребята в округе приехали. У нас рано здесь работают. Раньше кирпич для своих нужд закупали у соседей и везли в республику издалека. Теперь уже из своего кирпича в новых поселках будут построены школы и детские сады. Ольга Кири, Владимир Ковалец, Ольга Кузнецова и Алексей Яковенко. Первый канал Ингушетия.